Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале «Голос Силиконовой долины» с вами Светлана Портнова. И сегодня мы поговорим на такую интересную тему, что такое любовь и почему сегодня мы можем наблюдать столько разводов, расставаний, такое впечатление, что никто не хочет, даже не пытается сохранить ячейку под названием «Семья». Вот так вот. Этот вопрос мы получили в ответах, извините, в вопросах, которые мы попросили задавать на канале. Ну, как вы сами понимаете, тема большая, вот, и я вовсе не претендую на ее исчерпывающее раскрытие. Более того, я призываю вас, как всегда, принимать участие и высказываться по этой теме, и тогда, может быть, мы придем к какому-то консенсусу. В мою бытность работы в Майкрософте со мной в соседней комнате работала девушка одна из Индии. Тогда было 25 лет, она вышла замуж за индуса, который уже жил много лет в Америке. И она ожидала ребеночка. Мы с ней так подружились немножко. Она мне очень подробненько рассказала, как работает институт бракосочетания в Индии. Вопрос очень интересный, потому что тут мы имеем как бы сплетение двух цивилизаций. Институт брака, как он существовал, и сводничество, как он существовал, может быть, в России, и в Америке, и в других нациях как-то давным-давно. И современный цивилизованный мир. Девочка эта жила в Индии, они были не из бедной семьи. А юноша, он жил в Америке, он вырос в Америке, то есть он такой американец индусского происхождения. И, значит, каким образом происходит знакомство? Значит, может быть, вы знаете, что в Индии все население делится на разные кланы. И когда молодежь вступает в браки, то браки в основном осуществляются внутри каждого клана, то есть не приветствуется выбор себе жениха или невесты из другого клана. Осуществляется в пределах клана это таким образом. Люди внутри клана каким-то образом общаются. То ли это общение происходит на религиозной почве через церкви, то ли это родственники, друзья, знакомые, но все это находится в пределах одного клана. Когда девушки подходят в возраст, выходят замуж, родители начинают проводить огромную работу по подбору жениха. Это каким-то образом оповещаются все родственники, знакомые, приятели и так далее. У кого есть юноша соответствующего возраста, и заинтересованные родители юноши встречаются заинтересованными родителями девушки и начинаются совместные переговоры. Включается все. Включается материальное положение семьи, включается здоровье семьи, есть ли какие-то генетические заболевания, предрасположенности, сколько лет живут люди в среднем в этой семье, где они живут, какая у них профессия, что они зарабатывают, чем увлекаются и так далее. Составляется очень-очень-очень подробное досье. Все это делают родители без участия юноши и девушки, которые в этот момент еще ничего не знают друг о друге. Они просто незнакомы. Собирается это все сразу на нескольких кандидатов. После чего родители должны сделать тщательный отбор. Они садятся, уже родители невесты садятся и выбирают жениха из представленных списков. Отбор ведется со стороны родителей невесты. Вот так заведено. Значит, родители жениха подают все документы и дальше ждут, откликнутся ли родители невесты. Оценив всю эту исходную информацию, родители невесты выбирают какое-то количество женихов по предварительному соглашению. После чего они своей дочери дают на выбор трех кандидатов, которые она может тоже просмотреть их фотографии, их личные дела и так далее, и так далее. И может с ними встретиться буквально один-два раза, сходить в кино, поговорить о чем-то. Так после этого она должна дать согласие или не согласие на то, что она хочет выйти замуж за этого человека или не хочет. Моя вот эта приятельница из Майкрософта, она была девушка такая продвинутая, она замуж не спешила, то есть мысли о замужестве ее не волновали. И она родителям сказала, а я не хочу этого, я не хочу этого, я не хочу этого. И ее папа уже устал заниматься подбором, он сказал, слушай, вот это тебе последний жених, значит, последний из три жениха, если ты отказываешься от этих троих, от всех троих, то я больше тебя сватать не буду. И поскольку у них вообще не принято самим находить себе пару или как-то проводить время, находить себе девушку для приятного времяпровождения с юношей, то единственный способ для них познакомиться с кем-то, это вот через вот такой вот институт, который обеспечивают родители всю эту процедуру. Поэтому она посмотрела еще раз список вот этих вот юношей всех, выбрала одного и, значит, встретилась с ним один раз и согласилась выйти за него замуж. Выйдя за него замуж, она согласилась переехать к нему из Индии в Америку. А надо сказать, что мальчик этот воспитывался в Америке, у него уже ценности не индусские, а уже американские. Он очень любил тусоваться с ребятами своего возраста, он любил ходить в пабы, у него был такой образ светского молодого человека. А девушка воспитывалась в традиционных понятиях, что семья – это дом, семья – это какие-то семейные ценности и так далее. Мало того, ее в этот момент, когда она согласилась выйти замуж, она уезжает из родного дома, из-под родительского крылышка, и оказывается, во-первых, в незнакомой стране, во-вторых, с незнакомым мужчиной, и никакой поддержки со стороны родственников нет. И она мне рассказывает, что это было очень тяжело, она не знала, что делать, ей не с кем было посоветоваться, у нее не было друзей, для нее это была абсолютно чуждая ей среда. А молодой муж вел себя точно так же, как он вел до женитьбе, он же практически американец. Он уходил с ребятами в свои пабы, она сидела дома одна, с обедом, наверное, с обедом, но ей было очень грустно, одиноко, и было непонятно, собственно, как жить дальше. И что делает эта девушка, очень неглупая, с мастер-дегриф компьютер-сайенс? Она говорит, дорогой мой, нам нужно с тобой поговорить. Они назначили время, когда оба уже пришли с работы, уже поужинали. Это, кстати, обязательный фактор, потому что еда на нас действует расслабляюще, нельзя с голодным человеком выяснять отношения. И они стали беседовать на эту тему, что есть семья, что их удерживает вместе. Надо сказать, что в индусском институте прака нет разводов, там развод не существует. То есть вот этот человек, за которого она соглашается выйти замуж буквально с первой-второй встречи, этот человек ей даден родителями, выбран для нее. Но родители очень мудрые, они знают своих детей, и они пытаются подобрать такую пару, чтобы все-таки была какая-то гармония, это не делается с бухтой барахтой. Короче говоря, эта девушка говорит своему супругу, ты знаешь что, мы с тобой женаты, у нас с тобой семья, но эта семья только существует на бумаге, реальной семьи еще нет. И ты и я, мы оба должны понимать, что это совместная работа, которую мы должны оба проделать, для того, чтобы у нас пришла любовь и появилась семья. Ну, юноша все-таки, хоть он был взращен в Америке, все-таки он же по своему бэкграунду, по прошлому, он все-таки из Индии, то есть ему эти ценности были не чужды. И он согласился с ней вместе работать, а они установили какие-то правила. Такого плана, что он, например, со своими друзьями без нее не встречается, уже не встречается с такими друзьями, у которых есть пары вместе с девочками. Если он хочет куда-то отдельно пойти, у них там какие-то отдельные правила, что он приходит в семью и так далее, и так далее. Я нюансов этих правил не знаю, но они их выработали. И когда мы с ней вместе работали, это прошло уже 3 или 4 года, как они были вместе. И она сказала, что это все работает очень хорошо. Он был вначале совершенно чужим человеком, но она научилась его понимать, его уважать, его любить. И он тоже, понимая, что у них пути назад нет, что они уже поженились, все, сделано дело. И пути назад нет. Он тоже стал прислушиваться к ее потребностям, к ее нуждам, уважать ее за то, что она делает. А она делала немало. Дело в том, что в индусских традициях мужчина обязан обеспечивать семью. И в принципе, женщина даже не обязана работать, несмотря на то, что это может быть довольно-таки бедное существование в сегодняшнем мире. Сегодня женщина все-таки приносит доход в семью. Но она не обязана. И семейный бюджет не рассчитывается с учетом ее дохода. Если она хочет работать, она может работать и эти деньги там тратить, куда ей вздуматься. Поэтому он был крайне удивлен, когда в какой-то момент она сказала, дорогой, нам нужно покупать дом. А он говорит, а где же мы возьмем деньги? Потому что, опять же, по индусским традициям, он часть своей зарплаты отдает своим родителям на поддержание их семьи, если они уже на пенсии старенькие и так далее. Она говорит, у меня есть, я накопила. То есть, поскольку ее деньги не учитывались, а всегда она зарабатывала хорошо, вот она работала на Микрософте, и там до этого она работала, у нее, опять же, мастер-дегрид в компьютер-сайенс, она накопила из этих денег, из своих зарплат, она накопила деньги на даунпеймент, для того, чтобы внести за дом. Поскольку они оба два работающих человека, то им дали без труда заем, и они купили дом. И он ее за это уважает. То есть, она вносит свою долю в семейный бюджет, он ее уважает, говорит, вау, то есть, как бы она не должна была это делать, она могла эти деньги потратить на себя одну, послать своим родителям, своим родственникам. Никто бы ей слова не сказал, это было в традициях. А вот то, что она принесла это в семью, это немножко не в традициях, и он, естественно, проник все уважение, потому что он понимал, что его доходов недостаточно на то, чтобы прикупить недвижимость. К чему я это рассказываю? Я это рассказываю потому, что совершенно чужие люди, которые виделись всего два раза, встретившись и понимая о том, понимая, какие задачи стоят перед ними, как перед семьей, начинают совместно работать друг с другом для того, чтобы начать уважать друг друга, для того, чтобы начать любить друг друга, для того, чтобы построить настоящую семью. Аналогичный пример можно взять, например, из Fiddler and the Roof, это был замечательный фильм, сначала это был мюзикл, потом сделали художественный фильм, и вот там, значит, Тевья спрашивает свою жену, ты меня любишь? И она говорит, что люблю ли я тебя, если я 20 лет тебе стираю рубашки, если 20 лет я за тобой ухаживаю, и живу с тобой бок о бок, и ты меня еще спрашиваешь, люблю ли я тебя? Но в те времена люди не спрашивали, любят, не любят. То есть вот была некоторая привязанность, и не включались высшие механизмы для того, чтобы оценить, любит он или не любит. Мы к этому должны подойти, чтобы еще и разобраться, потому что можно ли подменять любовь и уважением друг к другу, или нет, и так далее, и так далее. Исторически люди, как и все другие животные, появляются на свет в глобальном масштабе, в макромире, для того, чтобы сохранить себя и воспроизвести себе подобных. Это какая-то сверхзадача. И с этим никто как бы не спорит, это совершенно очевидно и совершенно понятно. Тем не менее, в отличие от всех других, животных, человек обладает сознанием. И вот это сознание, мы вообще-то на подсознательном уровне, мы ведем себя как представители других животных. А вот когда включается сознание, тут уже элемент культуры, и общества, и так далее, включаются немножко другие механизмы. Так вот человек, на сознательном уровне, хочет помимо подсознательной функции выжить и воспроизвестись, хочет получить добавочное желание в виде сексуального влечения, которое не влечет за собой продолжение рода. Причем этого хотят сейчас и мужчины, и женщины. Хотят сексуальных отношений, хотят получения удовольствия, и в то же время они не хотят нести ответственность за продолжение рода в какой-то момент своей жизни, за своих детей и так далее. И в этом смысле они не связаны никакими обязательствами. Они ведут свободный образ жизни в том смысле, что они не узаконивают свои отношения брачными узами. Как мы говорим, это узы, то есть это уже какой-то элемент невольности подразумевает, какой-то элемент ограничений. Они не хотят себя ограничивать, они хотят получать удовольствие от жизни. и не хотят нести ответственности за семью. В Америке тоже очень распространено, когда юноша и девушка просто живут вместе и не собираются узаконивать свои отношения. Когда люди просто сошлись вместе, поскольку у них есть сексуальные влечения друг к другу, и они не собираются заводить семью, или они не знают, хотят они заводить семью, они притираются друг к другу, то эти сексуальные отношения в литературе я где-то встречала, что они могут продлиться не более трех лет. То есть вот этот вот элемент новизны в сексуальных отношениях, если все отношения построены только на сексуальном влечении, этот период не длится больше, чем три года. После трех лет возникает вопрос, а что же дальше? Либо люди за это время поняли, что их объединяет нечто большее, чем просто сексуальное облегчение, либо они начинают друг друга раздражать, и это приводит естественным образом к разрыву отношений. За те три года, которые молодые люди проживают вместе, чтобы понять друг друга, они могут, собственно говоря, разобраться, подходят они друг к другу для совместной жизни или нет. Ведь совместная жизнь, вообще-то, если так задуматься, если задуматься о паре, когда они живут вместе, люди выполняют в семье совершенно разные роли, причем где-то в одних видах деятельности может быть мужчина ведущий, а женщина ведомая, а могут быть такие виды деятельности, где, наоборот, женщина ведущая, а мужчина ведомая. В отличие от того, как друг с другом взаимодействуют друзья, друзья дружат по принципу похожести. Вот если я такой, и у меня друг такой, вот у меня с ним полное взаимопонимание, и мне с ним хорошо, и мы с ним можем идти и делать какие-то совместные дела, нам с ним интересно проводить время. Что касается семьи и разнообразных полов, то здесь происходит, здесь участвует принцип не похожести, а, наоборот, противоположности. Потому что в семье, вот как в некоторой такой ячейке замкнутой, где решается разный круг вопросов, два одинаковых человека не смогут функционировать. Они будут любить делать одинаковые вещи, и одинаково будут не любить делать те вещи, которые им не нравятся. И семья, как замкнутая система, она не сможет функционировать. Поэтому, когда речь идет о браке, то люди уживаются лучше, если они друг друга дополняют по каким-то своим качествам, а не они абсолютно похожи. И, в принципе, три года срок, вот пока у них еще очень сильные сексуальные влечения друг к другу, это срок достаточный для того, чтобы понять, собственно, годятся они друг для друга, или нет. То есть, скажем, например, если оба человека в семье не любят убирать, но при этом любят, чтобы было чисто, то в семье постоянный беспорядок, будет напрягать каждого из них, они будут стараться перепихнуть эту работу на второго человека, и ничего хорошего из этого не получится. То есть должен быть принцип дополнения. Скажем так, уборка не самое приятное дело, да, но из двух людей кто-то готов больше следить за этим и убирать в доме с тем, чтобы обоим было приятно, да. А какие-то другие функции второй человек на себя возьмет, который этому человеку не так близки. И в этом смысле их отношения в будущем и способность создать долгую семью, способность эта будет выше, чем более комплементарны они друг другу, то есть чем более они противоположны и компенсируют недостатки друг друга. Говоря вот историю моей индусской подружки, они изначально воспитывались таким образом, что родители подбирали им семью, как я уже говорила, там учитывали все факторы, и финансы, и здоровье, и так далее, и так далее. Невозможно говорить о семье без чувства ответственности за эту семью. Сегодня, когда юноша и девушка живут вместе и не оформляют свой брат, и говорят, а нам этого не нужно, нам не нужно оформлять, у нас достаточные отношения, мы любим друг друга, у нас все хорошо и все замечательно. И в принципе трудно что-то на это возразить, да, действительно, почему два человека не могут просто любить друг друга. Но мы живем в системе отношений с обществом, с законом и так далее, с финансами. И получается такая история, что где-то на уровне подсознания, ведь почему человек не хочет оформлять свои отношения, и говорить, что у него семья, а не просто свободный брат. Потому что здесь речь идет, и на уровне подсознания это абсолютно понятно, что здесь речь идет об ответственности, взятии на себя ответственности. Если человек взять на себя ответственность не готов, он говорит, а что, у нас такие отношения свободные, мы сегодня любим друг друга, значит мы вместе, а если мы любим, значит мы не будем вместе. И вот это вот нежелание взять на себя ответственность, оно в принципе и является каким-то препятствием для того, чтобы создать полноценную семью надолго вредно. Если мы возьмем недавнюю историю, 200-300 лет назад, то семья создавалась на уровне подсознания. То есть мужчина подсознательно стремился к тому, чтобы продолжить свой род, а на уровне сознания стремился иметь детей для того, чтобы иметь какую-то дополнительную помощь в хозяйстве. И в этом смысле приветствовать мальчики, которые в условиях сельской жизни могли как-то помочь по хозяйству и помогать семье выжить в тех условиях, когда количество еды было ограниченным. Женщины же, в свою очередь, стремились к продолжению рода, но одновременно с этим они стремились получить ощущение безопасности и защищенности от мужчины, который брал на себя ответственность за семью. В сегодняшних условиях уже добыча пищи и выживания не является столь критичным. Мы достигли уже такого развития общества, когда каждый уже найдет себе что поесть и обеспечит свою собственную выживаемость. То есть как род мы сегодня выживаем на всей планете. Однако все-таки, что же сегодня движет люди? Поэтому сегодня уже женщины зарабатывают иногда больше мужчин, успешные женщины. И им не нужно вот это получение чувства безопасности и защищенности. Они сами могут защитить кого угодно. Они становятся свободными и раскованными. Тогда они говорят, ну хорошо, а зачем мне семья? Я не хочу ни от кого зависеть. Я сама планирую свои финансы. Я сама планирую свое будущее. В конце концов, если я даже захочу иметь ребенка, то я сама себе его и обеспечу, найду от кого. То есть мне никто не нужен в этом смысле. Это правда с одной стороны. С другой стороны, конечно, семья – это не только ячейка для воспроизводства детей, но все-таки это семья, это ячейка, где происходит первичное общение между людьми на таком уровне, на котором оно может происходить только между близкими людьми, если все в семье хорошо. Поэтому, если у людей есть потребность вот в таком общении, и эту отдачу они получают в семье, то для них семья значит нечто большее, помимо чисто материальных ресурсов, хотя и сбрасывать со счетов нельзя. Институт бойфрендства, который существует уже в Америке долгие годы, честно говоря, меня приводит немножко в замешательство, потому что если мы рассматриваем семью все-таки как такую первичную ячейку общества, причем существующую в условиях финансовых отношений, то есть это самостоятельная единица, которая должна каким-то образом планировать свое будущее и в не последнюю очередь свое финансовое будущее. Если же юноша и девушка находятся в режиме свободных отношений, и у них нет общего финансового будущего, у каждого из них свое, то их в принципе ничего не удерживает вместе, и нет, они не могут как семья сделать вот это вот совместное, как бы, когда оба человека в семье работают на семью, то эффект получается значительно выше, чем когда каждый тянет в свою сторону, и каждый занят самим собой. Я, наверное, не думаю, что, может быть, это идеальная модель сравнения семьи с бизнесом, но тем не менее в каком-то смысле это имеет право на существование, поскольку давайте рассмотрим семью как взаимоотношения с партнерами, причем взаимоотношения с партнерами, у которых цели совпадают, да, то есть если они находятся в семье, и делают все, вот вся их деятельность посвящена тому, чтобы улучшить благосостояние своей семьи. Я думаю, что эти отношения, и в частности сюда относятся браки по расчету, да, когда люди все просчитали, и поняли, что так им выгоднее просто делать на будущее для более устойчивых отношений, для обеспечения детей и так далее, и так далее. В простом бизнесе, вот наша жизнь показывает лично, на личном опыте, сколько бы ни было партнеров, с партнерами хорошо иметь дело, пока совпадают с ними интересы. Но жизнь так устроена, что партнеры все-таки представители, они выходят из разных средств, и у них в какой-то момент перестают интересы совпадать. И вот тут-то наступает проблема. То есть партнеры с несовпадающим кругом интересов, этот бизнес обречен на невыживание, потому что каждый начинает тянуть свою сторону, каждый забывает за именно обязательства, которые на себя брали, каждый думает, что он прав, а остальные все неправы, и такой бизнес обречен. И вот все партнерские наши отношения, с кем бы мы это ни делали, ни одно предприятие не было успешным. Потому что люди разные, они пришли из разной среды, у них в глубине свои собственные интересы есть, и никто их за это не может осудить. Естественно, мы приходим, и на свои финансовые интересы, мы вступаем в бизнес для того, чтобы что-то отработать, для того, чтобы что-то получить. И если на каком-то этапе жизни, в силу объективных причин, не субъективных, не то, что там кто-то плохой, кто-то хороший, в силу объективных причин у человека меняется его ситуация, и меняется его отношение к бизнесу, и он как бизнес-партнер начинает нарушать свои обязательства, и этот бизнес разваливается. В этом смысле семья с единой установкой, она является более прочным институтом, чем два разных человека, у которого каждый из них имеет свои представления о будущем и свои понятия о финансовом будущем и так далее. В этом смысле крепкие семьи могут быть тогда, когда у людей совпадают интересы, у них совпадают интересы, они хотят построить свое будущее, они хотят вырасти детей, они хотят обеспечить свои пенсионные годы вместе. То есть совпадение интересов, оно тоже приводит к тому, что эти семьи будут более долговечны. Несмотря на то, что такая бизнес-модель, она не очень выдерживает критику, но мне кажется, что для наглядности просто можно с этой точки зрения посмотреть на семью и посмотреть, когда в ней два человека выступают как единое целое, или каждый человек сам по себе. И вот это отношение сам по себе, это свободная любовь, где люди не связаны никакими условиями брака, а все-таки семья – это там, где у них единый карман финансовый, там, где они все финансовые проблемы решаются обща, а не вот ты платишь за это, а я плачу за это, остальное меня не волнует. Ну, и я думаю, что вот так вот кратенько мы пытались ответить на эти вопросы, что же такое любовь, да? То есть помимо чисто сексуального влечения должны быть какие-то другие механизмы задействованы для того, чтобы семья продолжала существовать и чтобы эта любовь не остывала. А наоборот, со временем приходит уважение взаимное, приходит более глубокая любовь, приходит забота, приходит совершенно нежность и совершенно другие чувства, которые приходят в замену сексуальному влечению и молодости, скажем так. И я думаю, что те люди, которые постарше немножко, меня поймут, а может и не поймут, может и не согласятся. Поэтому опять же призываю вас высказываться, вот, и буду очень рада услышать ваши отклики. Спасибо, пока-пока.